Сегодня на первом плане мы поговорим о том, как правильно подготовиться к лабораторным исследованиям. У нас в студии Рустем Сагдеев, заведующий клинико-диагностической лабораторией Первого клинического медицинского центра, врач клинической лабораторной диагностики. Рустем Рашидович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, прежде чем поговорить подробнее про какие-то отдельные исследования, как к ним подготовиться, надо в целом рассказать о том, какие есть возможности у Первого клинического медицинского центра. Первый клинический медицинский центр имеет собственную лабораторию, собственную лабораторную базу, где мы выполняем больше 90% всего поступающего биоматериала. Остальную часть, менее 10%, мы отправляем в нашей компании, в нашей лаборатории, с кем мы сотрудничаем. То есть у нас предоставлен очень огромный спектр исследований, которые пополняются ежемесячно. И вот сейчас ждем большое пополнение исследований, более 200 исследований. Там будут и комплексы исследований, и новые, и редкие в том числе. Так что у нас более 1700 исследований в нашем каталоге. Это одно из преимуществ, да? Согласен. То есть мы имеем плюсы как бюджетных лабораторий городских больниц и областных, так и плюсы сетевых лабораторий. Какие уникальные исследования происходят в вашей лаборатории? В настоящее время очень широкое распространение имеет отделение онкологии, где выполняются серьезные операции онкологические. Соответственно, больше упор идет на именно онкологические исследования. Из редких и очень необходимых исследований тут можно выделить отдельное направление, как флюоресцентная гибридизация ин-ситу. Что это? Это специфическое исследование для выявления изменений в ДНК клеток, которое определяет, какой тип опухоли у конкретного пациента, соответствующий подбор препаратов, что позволяет иметь лучшую выживаемость для пациента, ну и качество жизни, сохранение. То есть такие современные методы. Очень много генетических исследований по определению мутаций, в том числе очень редких заболеваний, там, для примера, болезнь Гентингтона, которая встречается один на несколько сот тысяч. То есть есть такие исследования, которые у нас, может быть, еще ни разу и не выполнялись, но мы можем их выполнить. Все зависит от того, будет ли подобный прецедент. Если, да, будет ли направление на это исследование. Почему сегодня мы задаемся вопросом о том, как правильно подготовиться к лабораторным исследованиям? Ну, этот вопрос, в общем-то, всегда был актуален. Но в связи с развитием науки, новых возможностей, в том числе и лабораторной диагностики, меняется, во-первых, подход к подготовке, где-то он упрощается, где-то появляются новые исследования, которым нужна специфическая подготовка. Поэтому этот вопрос будет всегда актуален. Правильная подготовка, соответственно, ведет к более точному и правильному результату исследования. А насколько изменился за последнее время тот самый подход, о котором вы говорите, к лабораторным исследованиям? Ну, если брать стандартные биохимические исследования и исследования крови, тут особых изменений нет. Потому что, допустим, определение липидного спектра, как было необходимо голодание в течение 12 часов, так оно остается. Как отсутствие, рекомендация отсутствия в питании жирной, жареной пищи и алкоголя в течение 1-2 дней, то оно также неизменно. Но если брать, например, исследования, так скажем, прошлого века и более современные, ну, если взять тест для ранней диагностики желудочно-кишечного кровотечения, это на скрытую кровь. Старые методы бензидиновая проба была очень тщательная, моментами, наверное, даже изнуряющая подготовка, так как тест очень неспецифический и много ложноположительных результатов. То есть, если поесть свеклу, либо какие-то красящие продукты, то может быть положительным реакция. Сейчас современные методы позволяют не подходить к этой подготовке, так как метод очень специфичен и он взаимодействует с гемоглобином только человека. То есть, даже если поесть тот же бифштекс с кровью, то ложноположительного результата не будет. Это все говорит о том, что мы сегодня уже сделали большой шаг в лабораторной диагностической сфере? Во-первых, да, более специфический метод, более точное определение, более удобно для пациента, меньше подготовки и так далее. Есть универсальные правила для сдачи психоанализов? У большинства исследований есть специфические правила универсальные, но все-таки они могут быть индивидуальны для конкретного исследования, более редкого, может быть, менее распространенного. Если брать универсальные методы, то все-таки мы рекомендуем сдавать, если мы говорим о сдаче крови, то натощак после от 8 до 12 часов голодания. Пить можно воду, то есть не рекомендуется соки, чай, кофе, потому что тем более сладкие, так как это тоже является пищей и могут изменяться параметры. Не курить хотя бы за час до исследования, отсутствие эмоциональной перегрузки за день до исследования, тяжелых физических нагрузок. В общем-то, вот эти вот правила, наверное, универсальные. И сдавать все-таки рекомендуется в основном в утренние часы, это особенно важно для гормонов. Вот сегодня, наоборот, многие клиники увеличивают время забора анализов для того, чтобы удобно было сдать и после работы. Но все-таки есть те, которые подвержены суточным колебаниям. Есть специфические маркеры, которые именно, да, зависят от времени суток, которые сдаются строго утром, либо для диагностики в динамике в разное время суток. Но это, например, некоторые гормоны, такие как АКТГ, адренокортикотропный гормон. То есть у него разные нормы как утром, так и после обеда. И, в общем-то, тут по согласованию с врачом врач рекомендует сдавать именно в определенное время. Что говорить об остальных анализах? Да, там может быть широкий разбег, то есть нет строгой привязки, что именно утром. То есть можно сдавать их в любое время. Но референс, норма значений данного исследования проводится, оно же тоже исследуется на большом количестве пациентов. И здесь берется усредненное значение данного исследования референса в определенное время суток, определенного пола пациента, возраста. Ну и, соответственно, все эти нормы приближены именно вот к утренним часам. То есть можно сдавать в другое время, но желательно по согласованию с врачом. А какие правила существуют при сдаче анализов на фоне приема лекарственных средств? Это очень обширная тема. Здесь можно не одну лекцию прочитать по поводу взаимодействия лекарственных препаратов и влияния их на показатели лабораторной диагностики. В целом, да, лекарства влияют. И влияют по-разному. Поэтому при назначении исследований доктор задает уточняющие вопросы. Либо он знает, что он сам назначил и как это влияет на дальнейшую диагностику. Либо расспрашивает пациента, какие он препараты применяет. Потому что не только препараты, но и еда может влиять на конечный результат. Лекарства, соответственно, тоже имеют разные действия и взаимодействия как с реагентами. То есть, если мы говорим о, допустим, о химической интерференции. То есть, когда лекарственный препарат взаимодействует с реактивами исследования, изменяется конечный результат. Может это быть и клиническая интерференция. То есть, к примеру, некоторые препараты создают застой желчи. То есть, это оральные контрацептивы. И, соответственно, изменяются показатели желчного обмена. То есть, будут повышены некоторые ферменты. Изменения нормы холестерина, его фракций и так далее. То есть, здесь важно сообщить, во-первых, врачу, какие препараты принимает пациент на данный момент. И по согласованию с врачом, опять же, как это может влиять на конечный результат. То есть, влияние имеет. Имеет влияние различное. В некоторых случаях это даже, в общем-то, будет именно тот самый эффект, который ожидается от лекарства. То есть, это мы так называем фармакологической интерференцией. То есть, пациент принимает препарат. И, соответственно, те изменения анализа, в общем-то, и ожидаем увидеть. То есть, это то, что и нужно, в общем-то, в конечном результате. Поэтому, прежде чем вот этим такой анализ, обязательно нужно рассказать о том, какие препараты сегодня принимает. Согласовать все с лечащим врачом. Какие правила сдачи существуют при сдаче анализов на гормоны? На гормоны. Здесь тоже имеет значение и суточный режим, менструальный цикл у женщин. Это имеется в виду при сдаче анализа половых гормонов. Во-первых, зависит от дня цикла. В основном врачи рекомендуют гинекологи на второй-пятый день цикла. Но в зависимости, опять же, от целей диагностики, это необходимо учитывать фазу цикла. Фазу цикла. Гормоны, опять же, сдаются после 12-часового голодания, рекомендуется. В утреннее время желательно. Ну, кроме некоторых, опять же, специфических гормонов, что-то вроде хронического гонадотропина человека. Это гормон, тест при беременности, который выявляет саму беременность и определяет сроки беременности. Вот в основном гормоны, да, сдаются утром, натощак, по согласованию с врачом, в какой именно день цикла. А что касается других гормонов, какие еще самые частые анализы? Самые частые – это гормоны щитовидной железы. Тут обычно рекомендуется за 1-2 дня до сдачи, опять же, по согласованию с врачом, отменить препараты, влияющие на работу щитовидной железы, чтобы тест был максимально достоверный. Вот, то есть, отмена препаратов, опять же, натощак. Вот такие специфические рекомендации при сдаче этих анализов. Так, гормоны все, да? Угу. А правила сдачи анализов на инфекции? На инфекции. Инфекция, во-первых, в зависимости от инфекции, в зависимости от метода диагностики инфекционного заболевания. То есть, это что будет, полимеразно-цепная реакция, ПЦР, или определение иммуноглобулинов методом ИФА. Именно. Да, методом ИФА. То, допустим, если определяются иммуноглобулины, то здесь нет специфической подготовки. Тут в рекомендациях только не курить за полчаса до сдачи крови. Так как здесь тест очень специфичный, и нет влияния каких-то посторонних факторов. Если сдавать посев на инфекции, то, опять же, в зависимости от какого биоматериала. Все это, во-первых, по согласованию с врачом, либо уточнить в колл-центре, как правильно подготовиться. В общем-то, на все эти вопросы мы отвечаем. Тут инфекций очень много, методов определения тоже много. И помимо методов определения еще в зависимости, что мы определяем. ДНК инфекции, иммуноответ организма на инфекцию, динамику лечения, подбор антибиотиков и так далее. Здесь все тоже очень широко и специфично. В двух словах, конечно, не рассказать. Чем отличается оборудование лаборатории и возможности лаборатории от лаборатории в нашем регионе? Можно ли назвать лабораторию Первоклинического медицинского центра уникальной в своем роде и в нашей области? Оборудование в нашем центре, во-первых, оно высококачественное. Это оборудование профессиональное, экспертного уровня. Очень широкие возможности оборудования. И порой даже оно не восполнено на все 100%. То есть возможности оборудования настолько широки, что мы не можем все это охватить. Допустим, есть у нас анализатор гемостаза, который может выполнять очень широкий спектр исследований. Это и факторы свертываемости, и специфические белки свертывания и так далее. Но так как таких пациентов у нас достаточно мало и нет такой потребности, соответственно анализатор работает не на полную катушку. Но мы смотрим в будущее, в общем-то развиваемся и думаем, что это будет все востребовано в будущем. Все оборудование, как я уже сказал, экспертного уровня. И возможности его широки и с учетом расширения лаборатории и развития центра. Вот смотрите, если вдруг кому-то из жителей нашего региона понадобится какое-то уникальное обследование лабораторное, можно ли привезти какие-то материалы, либо приехать самому, сдать, хотя человек, например, наблюдается в другой поликлинике, в другом даже регионе? Ну конечно, это все возможно. Можно либо доставить биоматериал пациента, в общем-то есть такая возможность, либо пациент сам приезжает в клинику, сдаёт всё необходимое, и так как мы сами производим исследования на нашем оборудовании, мы получаем результаты в этот же день. То есть в основном 90% всех исследований мы делаем в этот же день. Менее востребованные, которые мы отдаём на аутсорс, это, конечно, либо следующий день в основном, либо некоторые специфически, соответственно, больше. Те же посевы, то есть посев от 4 до 6 суток, то есть нужно, чтобы произрослить, идентифицировать микроорганизм, подобрать антибиотики, антибиотикограмму, бактериофаги, ну и так далее. То есть тут уже требуется время. Бывает ли в клинико-диагностических лабораториях спорная ситуация по тому или другому исследованию, когда необходимо получить консультацию извне, из какого-нибудь передового института? Бывают такие случаи, особенно это касается онкологии, онкологического отделения, когда необходимо дополнительное заключение по гистологическому материалу. Наша лаборатория сотрудничает с НИИ Герцена в городе Москва. В общем-то, мы одна, наверное, единственная клиника во Владимирской области и одна из немногих клиник по России, кто имеет такого надежного и мощного партнера по диагностике, консультации гистологического материала. Помимо уникального оборудования, нужны еще и специалисты, которые умеют на этом оборудовании работать и действительно отличить тот или иной анализ с клинической точки зрения. Скажите, кто работает в вашей команде? У нас в лаборатории работают доктора, ну, можно сказать, со всей России. Во-первых, в нашей клинике доктора, специалисты высококлассные и представлены, наверное, из всех регионов России. Это и Нижний Новгород, и Ивановская область, и Самарская область и так далее до самого Дальнего Востока. И в нашем отделении доктора из Нижнего Новгорода есть. Я долгое время жил в Самарской области, в городе Самара. Средний персонал, в основном, конечно, из Владимирской области. Скажите, вот сегодня повышается ли ответственность пациентов перед каким-либо лабораторным диагностированием? Ответственность пациента перед исследованием? Да, перед задачей, да, анализов, перед исследованием. В любом случае пациент несет ответственность. Да, сегодня культура, она как-то растет? Замечаете это? Изменения есть, здесь я согласен, изменения в лучшую сторону, потому что пациенты начинают сейчас осознавать, что их здоровье в их собственных руках. Не так, как устаревшее мнение, что врачи обязаны спасти и так далее, и только в их руках. Сейчас идет вот эта целенаправленная работа, когда пациент правильно осознает свое состояние, свое положение. Он либо доверяется врачу, либо не доверяет свое здоровье. И только совместными усилиями можно прийти к лучшему результату. Когда пациент полностью доверяет себя врачу, врач выполняет совместно с пациентом диагностику, лечение и достигает определенного результата. Это вот самый лучший подход, такой, в общем-то, мировой подход к лечению современному. Вообще, хотелось бы сказать несколько слов еще по нашей лаборатории, по принципам работы. Во-первых, что наша лаборатория отличает? Это аналитическая надежность. Мы участвуем в федеральном контроле качества производимых исследований, работаем с контрольными образцами ведущих производителей. Так как мы все-таки частная лаборатория и частная организация, мы можем не скупиться на качестве реагентов, то есть у нас реагенты лучшего качества, и сами проводим контроль. Во-первых, внутрилабораторный контроль качества ежедневный, только после чего начинаем, собственно, работу. И плюс с лечения результатов внешнего контроля качества. Вот, что, в общем-то, говорит о надежности и о доверии к нашей лаборатории. Следующее, что можно сказать, что об оперативности. Мы выполняем исследование день в день. На собственном оборудовании мы можем выполнять его в режиме ЦИТа. И это до двух часов, то есть выполнение исследований. Это имеет, в общем-то, колоссальное преимущество для нашего стационара, когда необходимо практически онлайн отследить состояние пациента и параметры лабораторных исследований. Мы сразу сообщаем либо по телефону, либо посредством нашей информационной системы медицинской, когда можем, в общем-то, оперативно сообщить о результатах и обеспечиваем диалог в реальном времени с лечащим врачом. Далее. У нас высокая доступность. Мы принимаем биоматериал и самих пациентов ежедневно с 7.30 до 7 часов вечера. В субботу мы сейчас начали работать также с 8 утра до 6 вечера. Если до этого мы работали где-то до часу дня, теперь у нас почти весь рабочий день субботний. Что, в общем-то, по сравнению с другими лабораториями, тоже большое преимущество. Простота и удобство обеспечиваем всем необходимым для сбора биоматериала и системами для сбора пациентов, также и отделения наши. И храним биоматериал после исследования в течение до 5 суток, что позволяет либо, не подвергая пациента дополнительному взятию биоматериала, исследовать дополнительные параметры, либо, где есть, опять же, те же спорные вопросы, повторно исследовать и прийти к единому мнению уже с лечащим врачом. Инновационность. У нас более полутора, а сейчас уже более 1700 исследований, которые ежемесячно пополняются, добавляются новые, новые комплексные исследования. И, в общем-то, отслеживаем, какие есть новинки в лабораторной диагностике. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу, я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Рустем Сагдеев, врач клиническо-лабораторной диагностики первого клинического медицинского центра. Спасибо огромное и до новых встреч в нашем эфире. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова